Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, что-то у меня тут... Это значит, что вы на канале Лёша Играет. Давненько не было Норсгарда на канале. Ну, это потому что мне просто перестал нравиться. В общем-то, я вот сейчас записываю партию, сыграю. Много патчей вышло, новых кланов. И во время этой партии я просто расскажу, почему мне перестал нравиться Норсгард. Потому что патчами разработчики, ну я не скажу, что сделали совершенно другую игру. Но она теперь по-другому чувствуется. Я не скажу, что она плохая, потому что я уверен, что многим любителям реал-тайм-стратегии 100% это будет нравиться. Но мне Норсгард изначально нравился, потому что она такая медленная реал-тайм-стратегия была. То есть как раз для любителей пошаговых стратегий в Норсгарде было интересно. Но постепенно патчами разработчики такую размеренность убрали. Особенно это видно в битвах. Слишком много микроконтроля добавилось вот именно в реальном времени. И это для тех, кто любит пошаговые стратегии, конечно, не очень лично мне нравится. И такой упор перешел до стратегической части на тактическую. То есть не так уже важно стало развивать поселение. Это, конечно, важно, всегда важно, но можно не так сильно следить за тем, как развивается ваше поселение. То есть стратегическая часть. А больше важно стало армией управлять. То есть больше микроконтроля в армии. И для меня лично это убрало интересность в игре. Мягко говоря. Потому что я медленный слоупок всегда был. То есть мне нравятся рилтайм-стратегии, но я понимаю, что я в них слаб. Я не собираюсь микроконтролем заниматься, это оттачивать. Мне больше нравится именно развитие. Ну и битвы все-таки пошаговые мне тоже более интересны. А не перемещение юнитов по клеткам так, чтобы по нему не могли попасть. А в Норсгарде это сейчас одна из главных стратегий правильно перемещаться между клетками мира. Чтоб тебя убили. Ну, чтоб соперник, короче, ошибся и подставился под юниты. Подставил свои юниты под ваши более сильные юниты. Добавили, опять же, добавили несколько новых планов, например. Этих клан Орла и клан Льва, которые банят теперь всегда в ФФА, особенно Орла. Потому что у него начальные юниты настолько сильные, что он просто соседние кланы 100% выносит. И вообще довольно много кланов теперь стало, которые напрягают соседей прям с самого начала. Чего раньше, опять же, не было. Всегда можно было развивать. То есть вот клан Змеи, клан Рыси, клан Орла. Ну, в некотором смысле еще клан Ворона, но это не совсем так. Просто клан Ворон теперь не может убить прям в самом начале. А вот напрягать, бегать. Вот эти три клана вполне могут... Их даже стратегия, особенно если считать клан Змеи. Ахои! И это... Ну, для меня это меняет... Для меня это меняет идею вообще всей этой партии... Всей вот этой стратегии, где ты... Она вроде реал-тайм стратегия, но она такая была повольная. Как-то, ну... Как-то по-русски-то... Ну, такая медленно развивающаяся, что и для любителей стратегии, пошаговых стратегий. Я это в обзоре говорил. В ней было интересно. Кроме того... Так, я вот думаю, ставить мне здесь уже военный лагерь, наверное, стоит. Кроме того, раньше в Норсгарде, если, например, там воевал... Ну, тебя убили армию, но не вынесли тебя. Например, ты как-то отбился. Ты довольно быстро мог вернуться в игру. То есть это не так, как в той же Циви, что там тебя забрали город через традицию. Играешь, или пару городов, и ты, типа, проигрывал. Сейчас в новой мете практически... Это невозможно сделать. Возможно, это такая... Не хочу вот эту территорию убрать. Хочу сначала эту забрать, чтобы здесь дерево поставить. Возможно, это сделано больше для командных игр. Командных. Но в ФФА это реально убивает тоже большой интерес. Потому что у тебя, например, два соседа, да? И если один напал на другого и не добил, например, там прочее, ты можешь спокойно прийти и обоих просто завалить. Ты в это время развивался. Вот раньше такого тоже не было. Ты вполне мог отбиваться хорошо и от двух. Ну, при определенном умении, несомненно. Сейчас практически этого уже нету. Конечно, есть некоторые кланы определенные, которые могут позволить подобное. Но тоже как-то с большой натяжкой, что ли. Через некоторое время... Блин, надо было, наверное, вот тут еще исследовать и сразу тут зачистить. Так, давайте, наверное, заберу эту площадь. Э, территорию надо исследовать. Вот эту территорию. Я хотел обратно вернуть в поселенца, но понимаю, что надо что-то еще хотя бы зачистить. Так, здесь сразу, наверное... Добычу дерева. Плюс нам надо где-то еще... Блин, не кораблестроение. У нас одна только клетка с кораблестроением. Да, кстати, новый тип карты добавили вот этот. Блин, я не знаю. Не помню, как она называется, кстати. Тут не написано. Вот, Нейстрия. Новый. Ну, чеканку возьму, а не кораблестроение. Оно похоже на... Оригинальное, просто другие немножко деревья. И немножко вот эти скалы другие. Так, да. Два волка можно вполне зачищать. Только надо набрать 80. Поставить домик. А хотя тут домик поставить. Что мне ждать? Давайте тут домик поставить. Не, подожди, 9, да? Ну, блин. Просто... Ладно, подождем. Мне просто надо сначала вылечить своего воина. А чтобы вылечить, нужно здание лекарей. А здание лекарей, если я тут ставлю домик, то придется тут вставить. Потому что тут надо еще... Да, блин. Ну, почему он туда нападает? Дальше дерево добывает. Два места могли волки и сюда напасть, и сюда напасть. Ладно, выключу свою ружу. Пока. Мне надо до зимы точно вот это место еще зачистить. Но для этого мне надо сначала домик лекаря будет поставить. Но сначала я просто дом строил, чтобы, видимо, сейчас уже предел 10 из 10 только что появился. Чтобы у меня новые жители появлялись. Так, теперь 80 есть. Сейчас лекаря. Так, блин, надо заменить рыбака на здорового. Так, иначе это минус 20% к добыче. Блин, и где-то надо еще... Ну, видимо, здесь будем ставить этих... На монетки. Ну, и... Этих моряков, конечно, тоже сделаю. Потому что там и монетки, и наука. Но так как мы взяли чеканку основное, то у нас торговцы будут. И торговые пути надо будет куда-то отправлять. Так, полтора месяца. Вроде успеем полечиться. И нам полностью здоровый один воин зачищает клетку с двумя волками. Это нормально. Ну вот, новая карта еще появилась, да, на Истрия. Некоторые кланы переделали, например, вороны. Они теперь отправляют, да, рейды, как и раньше. Но они теперь не могут захватить территорию. Они ее как бы грабят. Вот в этой партии, кстати, ни одного ворона нету. Но разница в том, что он просто присылает. Ты можешь убрать юниты отсюда. Он некоторое время стоит воинами и собирает определенные... Ну, жатвы. Это зависит от того, что он добывается на этом клетке. Например, если вот клетка, куда могут прибежать рейды, содержит камень, то он все могут... Вот у вас 30 камней, например, прибежит рейд, и у вас станет 26. Я не знаю, сколько конкретно они камни забирают, но они могут забрать. Если вы не убили рейд, то у вас просто будет меньше камня. Или железа, вот. Так, все. Бежим быстрее, пока зима не счет, что зимой минус 20 процентов к силе. Блин, я, походу, не убиваю его. Так надо... Надо полечиться и все-таки добить потом. Так, тут мы берем легионы. И... Блин, еды минус. Ну, это из-за того, что у нас лекарь лечит сейчас. И надо нам, конечно, железо начинать добывать. Минус 5. Ну, более-менее. Так, тут я должен добить, по идее, этого волка. И мы переделаем этого воина тоже поселенца. И нам нужно территорию дальше исследовать. Блин, требуется улучшенный... Вот тут желтый. Вот желтый может сейчас мы вот эту территорию забрать, потому что это моя территория. И если он ее заберет, а он ее исследовал, я только что видел, что его скаут исследовал, то я буду просто закрыт на четырех клетках и жопа. А у меня просто дальше... Смотрите, я даже никуда не могу дальше никакие клетки забирать. То есть, у меня вот это моя основная клетка. Он ее заберет. Да. Проблемка. Ну вот, когда лекарь вылечит этого чувака, у нас будет плюс, по идее. Потому что лекарь тоже добывает еду. И этот чувак плюс 20% к еде будет. Сколько нам 120? Ну, блин, нам ее забирать до открытия колонизации тоже невыгодно. Будем просто надеяться, что сосед... Не очень повезло с генерацией карты, на самом деле. О, а тут еще и пустая клетка. Ну, это трендец. Мне, короче, к сожалению, надо будет желтого... Ну, я, наверное, даже не буду дальше исследовать. Мне, к сожалению, надо выносить желтого. Потому что... Так, блин, что-то я сижу туплю. У меня минус деньги пошли. Из-за количества зданий. Так, вот это устроим. И... Мореходом. Ой, сейчас минус по еде пойдет. Я надеюсь, он вылечит. И... Плюс, минус 4, да? Ладно, вот это... Из дерева надо перебросить. Все равно, по-моему, минус по еде будет. Блин, минус 1. Да что ж ты делать будешь? Ладно, давайте этого еще на некоторое время. Но нам надо быстрее железо добавить. С другой стороны, денег пока нету. Нам важнее это построить и... Деньги. Нам 250 денег надо и 15 железа, чтобы нашего берсерка нанять. Ахаль. Мन! я конечно могу сделать воина и просто тут стоять чтобы он не забрал эту территорию но честно говоря лучше разве то есть мне лучше своего берсерка сначала получить так и тут я бы уже камень добывал сразу так у нас еще должен один житель появится и правда правда он по моему нам будет минус минус несчастью давать но очень 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 неприятная а подождите а тут нас случайно нету прохода наверно нету все это проверить проверю так быстренько не нету если скаут не может исследовать то прохода нету тут точно нету но среди у нас единственный выход сюда а дальше клетка с нулем зданий но я как я могу еще лучше до одного здания но это плохо равно поэтому нам надо вот соседа выносить сожалению а это плохо в начале по-другому надо у нас не так много ресурсов чтобы это сделать у нас появится поселянин если будет минус по счастью уже плохо да пошел минус по счастью но пока один но когда мы заберем это там на забрать эту территорию чтобы этот минус ушел но у нас нету ни еды для этого хотя вот колонизация может все таки перебросить на добычу еды с другой стороны надо сначала железо собрать и камень не важен чтобы апнуть вот эти на деньги наш второй слушать а где наше второе железо у нас нету второго железа еще вот одна проблема скорее всего вот этот забрал скорее всего вот это моя территория была просто нету второго железа и все эти вот теперь показывается как быстро добывается руда раньше этого не было можно смотреть немножко тут изменены способности военные взяли колонизацию теперь стоит не 120 80 ну по идее должны может быть того уже перебросим на добычу еды и этот у нас 80 быстрее набрать или чего этого тоже перебрасываем на добычу еды наверно успеем сейчас взять пока не беру берсерка потому что пока мы не взяли берсерка нам трон торфе на дает плюс 2 предания мне пока и не нужен я уже наверно стоит брать чтобы он свою эту ладно давайте что проблема видите у нас никуда не пройти и за счет этого мы не можем наше военное ремесло и вот тут вот есть четыре драугра возможно имеет смысл у нас на нас нападают сразу эльфы встретить на входе 1 сейчас не будем видеть потому что вот невидимость видите тут четыре этих стоит и в этой клетке вот понимаете если у меня сосед был агрессивный он бы мне реально тут очень мог мешать он во первых исследовал эту клетку и мог бы сейчас там нападать когда на меня эльфы нападают мешать мне выкопать легендарный предмет для моего берсерка и все это замедляет развитие у нас очень мало денег как там мало денег что я пока не могу здесь поставить 2 улучшаем сразу 2 торговый пост и 2 если торгов я уже поставил рынок не могу поставить чтобы они друг на друг влияли здесь станем надо это исследовать но я не могу пока не апнул лагерь скаут а лагерь скаутов ну то есть там начала надо торговцев а потом скорее всего рыбаков то есть найду нам какое-то здание точно апгрейдить надо будет искать ему на это все деньги нужно у нас сейчас прирост день там главное даже в торговце знала что у него тут территория завались вот он может тут спокойно в эту сторону развиваться я не могу никуда больше развиваться в этом большая проблема я вынужден вопрос том вот он тоже это все исследовал но вопрос он понимает ли он что мне некуда развиваться он понимает он будет готовиться к нападению и тогда проблемка у нас ну вот сейчас мы откроем градостроителей полу возьмем благословление йорда за шесть знаний это будет будет плюс 15 камней 10 железа и придется да вот эти изменили раньше я раз хочу раньше апгрейд этих военных юнитов стоил 10 железа яростный натиск уменьшал на 50 процентов нас стоит 5 железа теперь апгрейд военных юнитов строит стоит 5 железа а яростный натиск уменьшает на 30 процентов соответственно начинает стоить 2 железа соответственно нету смысла ждать вообще этого натиска для улучшения оружия так что мы наверное кузне улучшим сначала торговцев а потом улучшим военных у нас постоянная нехватка денег все очень медленный старт конечно грустненькая там позволяет увеличивает бонус к производству от размера армии но я сейчас не хочу даже одного юнита делать это будет стоить денег а нам деньги есть куда тратить я сможем градостроителей сможем улучшать территории просто на 5 бонуса от них разовьем разу рынок ставим появится житель опять будет минус по счастью но у нас минус по счастью будет и так из-за того что сейчас нападут вот эти ребята и нам потом надо будет все-таки сделать воина и убить его у нас счастье вернулось блин микроконтроль здесь конечно а может пускай не убьют какую нить юнита у меня я только рад этому так сделаем но лучше не нападаете на него макин щит на просто надо минус один житель чтобы счастье вернулась вернулась так есть денежки возвращаем строим может не строим может давайте апнем пока да нам надо апнуть лагерь скаутов соседа исследовать только про апгрейшен и скаут может исследовать чужие территории а и и и и и Так, это олень Ну, оленя даже нужно Как можно раньше выносить Потому что иначе у него будет Очень крутая армия Нам надо просто Ускориться Для выноса оленя С другой стороны нам пока тут надо Так Забыли С другой стороны нам надо пока Нашу экономику улучшить Пока коплю Дерево на апгрейд Рыбаков Где у него центр-то Только несколько Нам надо какой-нибудь нейтрал Нейтралов открыть Еще с ними торопозить Другой стороны торговать-то нечем Нам все надо Блин, нам надо еще, наверное, одну Надо бы еще дерево поставить Центр Пока у него, кстати, нету ни одного Военного лагеря Так, у нас скоро будет еще один житель Кому нам надо Опять же, нам будет не хватать счастья Из-за этого Что мы зачистим вот эту территорию И убьем Ну, приходится он постоянно Тридцать монет на это тратить Блин, у него куча территорий На самом деле, блин Они все стреляют Больно Ну, я уже убил, чтобы счастье вернулось Только что появился житель Ну, видите, нам дают науку и славу За убийство Это вот За счет вот этого военного ремесла Технологии Пока не буду строить Только чисто для развития зоны Так, сюда Добывать камень Добывать Иду Так, берем оружие Дальше Добьем этого Драугра Одного Оставшегося И вот тут Явно должны быть Все-таки Не думаю, что это сосед Я думаю, что это нейтральный Какой клан Типа Гоблинов Так, и где у меня второй А Как раз, собственно Здесь у меня второе снаряжение Как раз Поищем Так, он уже поставил Один военный лагерь Два военных лагеря Но это пока Нормально Наверное, все-таки После следующей зимы Надо нападать Военный лагерь Мне надо улучшать Оружие и И Торговцев Так, гоблины, видите Встретили гоблинов Так, давайте тут смотреть Может Ну, меня не ищем с гоблинами торговать Я бы их даже лучше убивал Чем торговал Так, а это Кстати А вот это другие Кто-то Так И вот эту территорию Так, все территории улучшили Теперь деньги чисто на На сбор идут Блин, вон гоблинов Коти, это клан волка Он пытается их убить Ну, для волка Тоже важно убивать Это коти чужой Это зеленого быка Посмотрим, это сосед Или Не может быть соседа А еще у меня просто Вообще-то получается Места нету Так, сначала улучшаем торговцев Потом улучшаем дружину Все, теперь надо Фигачить везде Военные лагеря Я надеюсь, что мы откроем Военную подготовку Апнем военные лагеря И Надо, наверное, еще третьего Блин, все-таки соседа Ничего себе А где? А где моя территория По мнению игры тогда? По-моему, по-хорошему Это и территория желтого Потому что, ну, обычно В двух клетках Это территория клана Охои, охои 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 Охои, конечно, мне Ну, мне желтого Надо выносить Просто у меня Просто других Нету вариантов К большому сожалению С другой стороны Мне повезло В том плане Что олень Это тот план Который Труму надо развиться Бык Так Оранжевый сдался Тот, который Как раз Вот этих вот Атаковал Хотя давайте Их добьем Вот здесь Три Мне надо добить Чисто гоблинов И я получу Главное, чтобы их Больше не появлялось То есть Не обращаем Внимания на драугров Чисто гоблинов Убиваем Ладно, я не могу Такой микроконтроль Охерительный В этой игре Что я не могу Переключить на Вон того То есть Так я их убил Мне дали за это Так У нас появляется Тут И в центре Видите Опять Несчастье Идет Надо сделать Воина К сожалению Так Давайте Наверное Чего Тут Разберемся Потом Туда Сейчас Я уберу Отсюда Когда Они Появятся Уберу Отсюда Дровосека Блин Минус По еде Конечно Такой Серьезный Валит Я же Сразу Уберу Уже Дровосека Еду Добывает Минус Пятый Надо Этого Еще Перебросить Мне надо Вперед Отправить Воина Чтобы Его Драугры Покоцали Потом Уже Своим Берсерком Добивать Его Блин Вот Если Его Убьет Блин Зашибись Микроконтроль Ненавижу Блин Ладно Пошли Сюда Видите Я не могу Если Если У меня Была Нормальная Территория Я бы Смог Добавить Больше Больше Клеток И это Каждая клетка Там Добавляет Плюс К счастью А Из-за того Что у меня Ненормальная Территория Я не могу Собрать Нормальный Юнит Так Ну После зимы Надо нападать Обязательно Сейчас я пока Жду Не строю Военные Лагеря Но Как только Зима Пройдет Больше Он тоже Уже Подготовился Раз Два Три Четыре Ну У меня Тоже будет Что-то примерно Столько же Восемь на восемь Это тут побеждает Бык Проблема Том Так Там надо Дать Что-то Дерево И Строим Лагеря Часть Строим А часть Уже Апаем Он даже важнее Апнуть Еще Строить Так Шесть Будет Ну Я думаю К концу зимы Я еще один Смогу апнуть Семь И Ой Блин Ой Ой Я апнул Я Ребята Панул Я сейчас Потерял Много Я апнул За десять Камня А не за семь Я думал Я уже Открыл Эту Пирну Блин Ой 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 И за сто Дерево Это я Нормально Так Потерял На двух Военных Лагеря Ну что поделать Так Меня Исследуют Вот этот Воров Проблема Вот смотрите Я сейчас Нападу А он уже Ко мне Бежит Ну Логично Честно говоря Но мне Кажется В ходке Я его должен Убить Здесь Как у него Восемь Осталось Очень Очень Не хочу Чтобы он Мне эту Территорию Забрал Блин И он Ведет Еще Юнитов Ну конечно Ай Блин Территорию ну блин правление на грани фантастики ну блин вот сколько у него осталось этих воинов куда вот он бьет у меня интересно только трое все раненые но это трындец какой-то обалдеть отбился с минус двумя еды теперь сижу вау но вот сейчас сейчас фиолетовому осталось придут вот что что мне не нравится в этой игре вот а еще генерация карты как вам понравилось как вам генерация карты и он сдался в неком смысле я его понимаю потому что вот мы сейчас зависим чисто вот от этого чувака вот он то что хочет может с нами сделать но конечно да ну я у меня слава богу до хера времени до зимы я по идее должен восстановиться главное вылечить берсерка но этот нас исследовал он знает что у нас происходит другой стороны он развивается хреново то есть вы на тоненького прямо на тоненького я еще вот эта проблема у него тут куча раненых да но я не могу вменяемо переключить берсерком на те юниты которые я мог бы убить нам надо наука пошел яростный натиск даст нам возможность благословения бальдора открыть за плюс 3 к счастью вас быстрее будут появляться жители этого на лес этого на добычу еды чтобы больше добывалось нам лес сейчас не нужен а еда нам нужно чтобы вот эту территорию забрать я теперь нам нужен лес чтобы быстрее здесь охотников построить вот раньше вот раньше вот это так бы олень нападал и у него были бы шансы то есть он ну я не получилось меня убить так не хватило но у него были бы шансы восстановиться как и у меня вот сейчас я чисто в игре тупо потому что немножко видимо не очень хорош в этой игре фиолетовый не давать наверно лес поставлю потому после того как сдался желтый надо было нападать на меня пошел мою территорию следовал мы видели все видели что мою территорию следовал следующего наверное на камень отправлю чтобы быстрее яростный натиск натиск натиска и благословение бальдура открыть даже тут переключусь чтобы армию видеть так следующих торговцев будем так как какие вот а это он тут территорию присоединил вот это кстати вот в на новой карте центр немножко другой вот этот источник баринтон дает управлять событиями и напастями которые обрушится на землю как это выглядит когда он у вас на вашей территории вы его выбираете и просто там у вас несколько вариантов типа выбрать кто-то этот чтобы следующее произошло то есть там например вот нападение крыс там но это не он выбирал только сейчас его присоединил следующий напасть это он уже скорее всего будет выбирать там волки тут уже волки что ли живут надо зачистить кстати это не все дает науку и славу не набежали вот из этого хотите можно зачистить недовольство из-за болезней у надо быстрее открывать яростный натиск поэтому и зачищаю тут бегаю кстати вот этих эльфов тоже можно побить сбегать здоровья пока не хватает так вас вот этот черный клан вепре как раз в лидерах надеюсь кто-нибудь то ему помешает я не знаю хотя бы одного эльфа я убью наверно вот здорово мне не хватит они слишком больно бьются следующие мои легендарные предметы все у того вепре фиолетового который пока нас на нас не нападает эти как больно бьют если я даже на промахи это промахи из-за моих вещи вещичек надо вернуться вылечиться там у него соседи есть кто-то вот здесь будет блин еще и на меня опять нападают смотрим откуда не бежать будем так а можно кстати берсерка мне лечить спасибо так уже какой-то раненый кстати бежит нормально мы его убьем с таким здоровьем так он как раз убили эльфов больше их и там бежать не будут и гигантов убили синий убил гигантов но это явно быки другие там были несколько быков так наконец-то я расслабленно тиск обосновение бальтра быстрее будут жители появляться любимый зритель если тебе нравится видео то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий кроме того где то либо здесь либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети ну а если ты все еще не подписался на мой канал то конечно же подпишись можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков патрициев а некоторые видео раньше чем для других зрителей кроме того появилась функция супер спасибо где-то под видео это как донат только не во время стрима а только этому видео всем спасибо за поддержку поменяю местами а это сильно чем-то синий меня исследует хотя тут понятно что лидер черные его надо выносить надо разрешить в этот написать в чатик немножко по по дипломатим ну собственно надо уже готовится забирать вот эти переда наверно уже можно забирать территории бывшего желтого особенно мне вот это нужно а всем эти руины не исследовал походу он не исследовал вау и что тут железо не собрал что тут железо не собрал а если бы он собрал железо и апнул воинов он бы победил он по ходу своих воинов не апнул по меня бы победил и зука базука у нас произошла так ну в принципе можно отправлять даже скаутов наверно фиолетового если или или лучше сбегать синего вот этого чем можно осужден я могу двух скаутов сделать ладно я думаю мне хватит еды до начала лета чекаешь и по-хорошему скаутами надо именно зимой бегать но нас у нас форс форс мажор был у нас нас пытались убить жестко так и нам домик нужен уже кстати так пошли добьем этого зеленый этот копается в мусоре надеюсь мне не будет мешать он убегает сейчас посмотрим насколько он адекватен да ладно он неадекватен я понял но я вроде должен успеть убежать но вместо того бы заниматься другими вот он вот это делает но некрасиво зеленого территория вот здесь они синего то есть он сосед черного ну ладно может он боялся что типа я наню тебя не за где-то он бегает он даже зачищает как и я понимаете да это лечу в горняка один камень остался да вот он пошел походу на черного все-таки а там черного кто-то тоже бьет там кто-то бьет черный он следы не хватает так но я на зеленого затаил не дал мне моего же эльфа добить и может эту территорию сначала забрать тут еще еда будет тому же и камень научный зеленый дрался и надо всех открыть иначе непонятно что происходит еще двоих я не открыл но выглядит так что фиолетовый немножко слабоват я его могу вынести стороны надо ли мне это сейчас есть другие соперники но у уже зеленый побеждает по славе но за быка тяжеловато победить славой обычно всегда очень мало еды взять особо не откуда надо бы наверно его все таки исследовать понимать туда как так у него восемнадцать с половиной сила юнбера я не знаю как у меня нет еще ни одного и он со мной древесиной торгует древесина мне пожалуй не нужно нет нужна еда чтобы вот эту территорию 140 вопрос если тут проход между зеленым и черным возможно зеленый какого-то своего соседа вынес вот и есть проход я проблема ведь я не могу свой этот еще построить релик из-за отсутствия железа и повезло офигительно здесь какие-то промежуточные промежуточные тут вот гном был эти дворфы откроем 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 так так и нормально содержит просто без проблем содержит восемь воинов него хватает еда чтобы их содержать плохо ну для меня так там уже и фиолетовый тоже постепенно так я защищенность возьму чтобы больше населения было надо домик еще тогда поставить вот проблема что у зеленого все хорошо такое ощущение что зеленый побеждает а черный не может скорее всего на него отвлечься потому что это у него терки с коричневым вот здесь еще еще один кто то есть вот тут видимо а слушайте давайте вот его подождите к давайте к возможно надо открыть все-таки территорию тем более зима начинается начинается так фиолетовый резко кучу территории захватил надо все-таки на него наверно нападать да вон план крысы план крысы по идее я хрен знает но по хорошему крысе и быкам надо нападать я не могу ведь и я собственно предпоследний потому что нас желтый офигительно остановил мы конечно типа его вынесли и он сдался но так синий похоже зеленый похоже на синего сейчас пойдет а нет синий синий на него вон он так а где его армия зеленого а вот она ну синего сейчас вынесет они конечно послабее вот эти но таким мясом хотя там зависит там сколько денег еще спасай спасай и он побежит за ним конечно вот видите вот этот микроконтроль вот этот трындец просто сейчас просто краеугольный камень я хочу открыть чтобы понимать ага черный с коричневым в это время так хорошо значит наша задача у нас реально задача теперь с фиолетовым разбираться к сожалению но он тоже уже развит так прилично так и одного давайте да сразу исследовать руин а уже исследовать стоп блин а чё ж ладно равно железо есть когда ведь надо было эту территорию бы забирать так и отправляем ковать реликвию но она будет долго коваться так и нам надо центр фиолетового открыть так ну тут походу синий потихоньку все-таки сносит зеленого и это хорошо так а черный по науке блин хоть ты прям иди и сначала черному вот это снеси вот особенно вот эту территорию блин ой внезапно дерево не хватает это равно минус блин это внезапно я чё-то провтыкал отсутствие дерева черный по науке черного пока синий занимается зеленым нам надо коричневому паху помочь черного снести я забыл же тут фиолетового территория он наверное думал что я уже на него нападаю так вот есть такая способность у дука замечательная и он ко мне бежит да хреново но я отвлек открытом коричневый занят так хорошо хорошо правильно есть вы сделал это место держу под реликвии здесь можно кто тут напал а какого нас лекарь лечит не пойму так си не все таки не смог зеленого да добить так коричневый вроде сносит все таки черного хорошо Ну мы эту территорию одну заберем Надо конечно вот этих лекарей тоже убить Не лекарей, ученых Он там по науке Хорошо идет А он идет отбивать эту территорию У меня, да, чтобы я не забрал Ему там пофигу, что его Коричневый берет, ему главное, чтобы эта территория Не ушла Ладно Да нет, он должен его коричневый снести Раз он так отвлекается Странные действия черного То есть ему так важно эту территорию оставить Это странно Блин, и там фиолетовый Еще так себя неплохо чувствует Блин, ну вот Я могу камень здесь покупать Апну домик? Блин Я нет, нет Видите, я отвлекся И он воспользовался моментом Так, апну домик Все-таки зеленого снизу Ну сейчас, сейчас синий точно пойдет черного сносить Это прям сто процентов 87 Ой, 87 процентов Ой-ой-ой-ой Так, фиолетовый пошел на синего нападать Сколько у него? 27 бойнов Ни хрена себе Нет, мы не успели Ну вот Собственно, о чем речь Я так и не смог восстановиться После После нападения желтого К сожалению, ну никак Ну просто Он просто так затормозил Что это невозможно восстановить То же самое касается всех остальных Кланов Фиолетовый Мы на него нападали Мы на него нападали Ему не давали победить Понимаете Вместо того, чтобы А как, интересно, мы можем на синего напасть Если ты нам преграждаешь путь Ну это как всегда ФФАшечки Такой Ну здесь Единственный вот у нас фиолетовый Который просто просидел всю игру И не делал ни хрена Сидел в домике строил Ну вот, собственно Вам яркий пример Почему мне данная Мета Норсгарда не нравится И, в общем-то Не особо В это интересно играть Потому что приблизительно понятно То есть вот как только на меня нападал желтый Уже было понятно Что я не выиграю эту партию То есть я от него отбился Да, окей Он сдался Хотя, мне кажется, ему не стоило сдаваться Но там Дальше уже Скорее его Его бы, наверное, зеленый тогда снес Как сосед Рядом и довольно быстро И все И ты не можешь дальше восстановиться Ты просто сидишь И будешь отставать От Вот давайте даже посмотрим Статистику Ради интереса Ну, не знаю Давайте Оставлю себя Желтого И Вот этого фиолетового Борова Который тоже в наших соседях был По идее Никак не могли Ну, не знаю Не знаю, нафига Борова столько дерева Кто-нибудь в курсе А пилки, что ли, делать денег Под три тысячи Вот смотрите Вот здесь вот он Желтый нападает Убивает Практически все деньги Уходят, да, у меня И дальше Вот Боров, например, здесь Мог уже делать армию Нападать на меня И даже если он теряет И даже если он теряет всю армию У него еще куча бабла Чтобы еще несколько раз сделать И куча Скорее всего Юнит Так Сколько Населения Вот Вот здесь Вот Посмотрите Вот тут я практически все потерял И вот, например У меня 10 населения У него 35 Он может два раза напасть Просто там волнами Даже по 10 Юнитов И убить Просто невозможно Отыграть это дальше Ну и У меня еще проблема Отсутствия нормальных зон Чтобы их можно было взять И у меня больше населения Чтобы было Армию А, подождите Интересно Ну и вот Фиолетовый сделал в итоге армию На 27 Юнитов И не успел прибежать Черный тут периодически терял Ну Коричневый Это конечно смешно В 6 юнитов 6-7 юнитов Он нападал Потом вот сделал 10 Один раз Вот Вот здесь Они подрались Ну Ну это Это Я понимаю Что у быка не может быть Особо много юнитов Ну и 10 Это мало Я успел 15 Свой этот лимит Добить до 15 Ну вот такая партия Вот такое мое мнение О нынешнем Норсгарде Ваше мнение Конечно хочу прочитать В комментариях Если вы как-то по-другому Считаете Играйте умные игры Слава Украине Живи Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео